SCP-1654. Знание причины. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-1654 следует хранить залитым в блок бетонозачеркнута неонового льда, охлажденного до 23 Кельвинов или же минус 250 градусов по Цельсию, в гироскопически устойчивом освинцованном баке в складском участке 1654. Засекречена Англия. Участок оснащен комплектом акселераторов, сейсмографов и детекторов магнитных аномалий для определения степени серьезности вызванных объектов событий. Все силовые и охладительные установки учреждения содержания должны быть троекратно продублированы. Если все они откажут, то в соответствии с протоколом за темнение-альфа необходимо использовать все принадлежащие фонду резервы. Близлежащего города засекречено. Работающих в учреждении сотрудников класса Д следует каждые 15 дней информировать о природе SCP-1654, чтобы вызвать поддающееся содержанию события Дельта-Гибралтар. Предположение о проведении экспериментов с объектом следует выносить как минимум за 45 дней до планированной даты их начала. В случае, если событие Дельта-Гибралтар будет длиться более 15 минут, участок 1654 должен быть заполнен циклозарином, пока все находящиеся в учреждении люди не погибнут. После чего необходимо на 24 часа залить участок жидким неоном для снижения внутренней термодинамической активности. Вся деятельность по обслуживанию и уборке учреждения возложена на персонал класса Д с коэффициентом интеллекта менее 90. Руководство ими осуществляется удаленно. Сотрудникам класса Д, назначенным на SCP-1654, сообщается, что участок является высокопроизводительным энергетическим комплексом и ничего не говорится о содержании в нем аномального объекта. Любым другим сотрудникам ни про каких условиях нельзя заходить в учреждение зачеркнуто, приближаться к учреждению менее чем на 30 километров. Если событие Дельта-Гибралтар длится более 15 минут, даже после того, как комплекс был зачищен и переохлажден, SCP-1654 следует рассматривать как возможную причину события класса СК. На фотографии PM Редни, сторона SCP-1654, снимок сделан, дата засекречена. Описание SCP-1654 – это копия титульной страницы книги Сэра Фрэнсиса Бэкона «Новый Арганон», отпечатанной на листе из тряпичной бумаги размером 24,2 см на 30,5 см. Предполагается, что ее источником была книга из самой первого тиража 1620 года. Содержание титульной страницы соответствует другим подобным копиям из этого тиража, за исключением рукописного текста, имеющего на обратной стороне. Смотрите документ 1654-записка. Судя по всему, страница была вырвана из книги после переплетения. SCP-1654 окружен сферическим, приблизительная форма, пространственным разрывом, который непроницаем для физических объектов и всего электромагнитного спектра, за исключением видимого излучения. Максимальный диаметр разрыва 32,3 см при контакте с любыми объектами оказывает вредоносные воздействия на причинную природу пространства-времени. Данное аномальное событие, обозначено как 1654-дельта-гибралтар, вызывается одновременным выполнением трех условий. Первое. В радиусе 50 метров зачеркнуто. На близком расстоянии от SCP-1654 должен находиться живой человек. Второе. Субъект должен знать о существовании SCP-1654 как физического объекта. Третье. Субъект должен знать о том, что SCP-1654 обладает свойствами, которые можно назвать аномальными или необычными. Когда все три условия одновременно выполняются, происходит событие 1654-дельта-гибралтар. На этом этапе SCP-1654 связывает причинно-следственные реакции с восприятием и пониманием активировавшего объект человека. После этого все пространство-временные законы действуют в соответствии с тем, что субъекту известно о принципах их работы. Если человек не понимает причинно-следственных связей или понимает их лишь частично, события, вызванные этими связями, по-прежнему будут продолжаться происходить. Однако в течение времени будут находиться все более непредсказуемыми и нестабильными. Если же субъект не знает о причинных связях в физике даже на базовом уровне, то в течение всего времени действие события 1654-дельта-гибралтар будет серьезно повреждать локальную структуру пространства-времени. Во всех зафиксированных случаях событие дельта-гибралтар вызывало смерть активировавшего его человека. После достижения размера в 50 метров радиус области, подверженный воздействию события, увеличивается с примерной скоростью 0,1 сантиметра в секунду, пока выполняются все три вышеуказанных условия. Эксперименты показали, что понимание температуры в радиусе действий события 1654-дельта-гибралтар ниже 50 кельвинов, или же минус 223 градусов по Цельсию, замедляет его расширение, самое большее на 65%. После окончания действия события локальная физика постепенно приходит в норму, скорость этого зависит от стабильности и длительности предшествовавшего события. Текущие процедуры содержания предполагают как можно более быстрое из-за чрезновения последствий. Похоже, что холод увеличивает скорость повторной стабилизации. В настоящее время ведутся исследования для точного установления причины подобного взаимосвязи. Примеры аномалий дельта-гибралтар. Номер 15. Испытуемый Д. Засекречено. Проведенный эксперимент. Испытуемому была выдана бутановая горелка и блок древесины-бальцы, обработанный таким образом, чтобы он вылил как металл. После этого испытуемому приказали нагреть блок до тех пор, пока он не начнет плавиться. Древесина нагрелась свыше 1600 кельвинов, или же 1327 градусов по Цельсию. Однако возгорания не произошло. Испытуемый погиб от резка изменения температуры, когда весь воздух в помещении для проведения испытаний внезапно стал жидким. 35. Д. Засекречено. Испытуемому приказали совершить прыжки на месте с переменной положения рук и ног. Во время выполнения упражнения, три пальца его левой руки соприкоснулись со стеной и частично прошли сквозь нее. Когда у испытуемого спросили о произошедшем, он начал утверждать, что ничего не заметил. Ему была показана запись эксперимента. Посмотрев ее, испытуемый выказал удивление, после чего его левая рука взорвалась. Мощь взрыва была оценена в 50 килотонн. Испытуемый и помещения для проведения экспериментов были уничтожены. 47. Д. Засекречено. Через 15 секунд после начала события Дельта-Гибралтар, испытуемый, а также вся материя в радиусе действия события, исключая CP-1654, распались в облако перегретого водорода. 106. Исследователь Д. Засекречено. Переведенный в класс Д после данной удалены. Испытуемому приказано наблюдать за колыбелью Ньютона. При этом, пытаясь как можно дольше поддерживать ее движение, через 14 минут после начала эксперимента, испытуемый чихнул, после чего был убит одним из компонентов устройства, разогнавшимся до скорости в 0,1 от скорости света, и после этого покинувшим Солнечную систему, двигаясь в направлении данной удалены. 289. Д. Засекречено. Испытуемого поместили в комнату с 30-ю хронометрами различной конструкции, после чего ввели ему большую дозу психотропных средств. Через 15 секунд все системы наблюдения за экспериментом прекратили функционировать. После проведения зачистки и охлаждения участка туда снова отправили персонал класса D, который обнаружил, что содержимое камеры для проведения экспериментов состарилось на несколько столетий. Я слышал, что некоторые утверждают, будто для полного понимания опасности этой штуки нужна ученая степень в физике или философии. Это неправда. Представьте, что вся вселенная это часы и 1654 вовлеченная шестерка. Если вы подкрутите ее, не зная, что она сломана, часы заклинут, они остановятся, но во всем остальном урона не понесут. Примерно это же происходит, когда событие Дельта Гибралтар активирует кто-то из класса D. Оно становится настолько нестабильным, что уничтожает само себя, прежде чем сможет нанести существенный ущерб. Но если вы знаете, что шестерка сломана, и при этом все равно пытаетесь как можно дольше поддерживать часы в рабочем состоянии, ну, проблема распространится на всю систему и нарушит настойчивую настройку часов, звив точность. Вот и в чем нам надо беспокоиться. Если событие 1654 будет длиться слишком долго, или будет вызвано кем-то, кто разбирается в физике, достаточно хорошо, чтобы поддерживать его относительно стабильным, оно может создать ошибки или противоречия в работе Вселенной, которые могут распространиться повсюду. И после этого мы будем иметь дело с событием класса СК, реструктуризации реальности. Но почему 1654 может замедлить с помощью холода, мы не уверены. Может быть, чем меньше термодинамическая активность, там медленнее распадается структура пространства времени, как если бы мы снижали скорость поворота шестеренки. Приложение. После разрушения первого складского участка 1654, дата засекречена, был обнаружен дополнительный эффект SCP-1654. Если объект не подвергается событию Дельта-Гибралтар любого масштаба более 17 дней, радиус, необходимый для его активации, начинает медленно увеличиваться. Данный эффект, похоже, зависит не только от дистанции, сколько от того, имеются ли люди, знающие об объекте и его свойствах на расстоянии, которые они сами считают небезопасным. Если подходящих людей несколько, цель выбирается случайно. Когда происходит вызванное этим событие Дельта-Гибралтар, радиус для активации сбрасывается до изначальных 50 метров, и цикл начинается снова. В результате в условии содержания были внесен новый, безопасный радиус для складского участка 1654, 30 километров. Документ 1654-Записка. Ниже приведённый текст был написан от руки на обратной стороне SCP-1654. Почерк совпадает с почерком Фрэнсиса Бэкона. Знания и могущества человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие. Я написал эти слова, не осознавая, но они пробудят во мне. Неужели Бог проклял меня этим могуществом? Неужели я искал знания о том, как функционирует природа, только ради того, чтобы оно само упало в мои руки? Однако, независимо от наложенного на меня проклятия, я должен действовать. Эта страница и могущества, содержащиеся в ней, не должны более осквернять Землю. Все законы космоса, ничто перед этим. Я хотел распространить свое учение по всему миру, но эта проклятая вещь расползается, будто рой саранчи. Я должен отправить ее подальше, не зная точно, куда именно. Если она попадет в чьи-либо другие руки, пусть Бас Господь сжалится над их душами, ибо я проклял их всех. Бэкон.